В этом доме на шестом этаже у меня должна была быть квартира. Дольщик печально известного ЖК Ленинградский Вера Михайлова пока только на красивом плакате может показать окно своей будущей квартиры. Новоселье должно было состояться, согласно проектной декларации объекта, еще в третьем квартале 2016 года. Но по факту на месте застройки только увязший в снегу кран и нулевой цикл здания. В общей сложности моя сумма студии 27 квадратных метров составила миллион триста десять тысяч рублей. Значит я ее полностью выплатила двумя частями, тремя частями. Ну вот сама в данный момент, так как нахожусь, продала квартиру, снимаю квартиру на уровне 19, тут и проживаю. Таких как Вера Михайлова обманутых дольщиков в Архангельске 254 человека. Всего по области 8 долгостроев ждут своей участи. Плюсом к этому еще порядка пяти объектов, которые вызывают опасения. Но строительство на них пока идет. Заложить фундамент новой жизни многие из дольщиков уже отчаялись, устав бороться. Кто-то переехал в другой регион, кто-то купил квартиру на вторичном рынке. Те, у кого еще теплится надежда, вынуждены снимать жилье или ютиться у родственников, выплачивая при этом баснословные банковские кредиты или ипотеку, взятые когда-то для строительства своих долгожданных квадратных метров. Куда только не писали дольщики, всем, вплоть до президента. Но ответ, как правило, был один. Ждите, работа ведется. И последнее, когда письмо нам пришло где-то в октябре месяце, что если вы будете нам одни и те же вопросы задавать, то мы берем на себя право, наше право вообще вам не отвечать на эти вопросы. И тогда дольщики решили, кроме них самих им никто не поможет. ЖК Ленинградский, Соната, Дом на площади, Верона за последние несколько лет всем набили оскомину. Красочные на рекламных плакатах, на деле же постройки напоминающие скорее надгробие. Многоэтажное здание должно было появиться на пересечении улицы Галушина и Московского проспекта. Срок сдачи – 2010 год. Но в 2009-м кооператив стройку прекратил, позже был признан банкротом. Директору промгражданстрой Дмитрию Цветкову предъявили обвинение в мошенничестве. Адрес другой скандальной стройки – Новоучейского, 98, так называемый «дом на площади». Его в самом центре города фирма «Двою» возводила 7 лет. Потом строительство заморозили. Стройплощадка на Красноармейской улице. Девятиэтажный блок «Б» жилого комплекса Верона должны были сдать в 2013-м. Застройщик компании «Архангельск Инвест» на собранные с людей 119 миллионов рублей построил 3,5 этажа. И это только 4 печальных примера, полной безответственности, бессилия и безнравственности застройщиков. В 2016 году у нас проблема обострилась, поскольку у нас возник объект такой, в том числе, как ЖК «Ленинградский». С «Архангельск Инвестом» больше стало возникать вопросов. Соответственно, возросло количество обращений граждан. Усиление контроля пошло застройщиками, и, в принципе, сами застройщики это отмечают, да, есть. Но здесь же и, в принципе, 214-й федеральный закон, который установил, в принципе, обязательности, либо, получается, банковского поручительства, то есть страхование ответственности застройщика. Усиление контроля застройщиков началось после вмешательства президента страны. В мае прошлого года Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за незаконное привлечение денежных средств дольщиков при строительстве многоквартирных домов. После этого в Архангельской области депутаты внесли поправки, суть которых проста. Инвестор, завершивший строительство проблемного дома, сможет плюсом рассчитывать на земельный участок в аренду без торгов. И это стало настоящим светом в конце тоннеля для тех, кого кинул недобросовестный застройщик. Реестр свободных земель еще только составляется, а закон уже работает. Нашелся инвестор для печально известного ЖК «Соната». Это строительный холдинг Михаила Палкина. Компания «Аквилон Инвест» присматривается к ЖК «Ленинградский» и дому на площади. Вроде дело пошло, но нужно понимать, передача долгостроя от нерадивого застройщика к новому инвестору займет немало времени. Например, по застройщику ООО «Двою» ЖК «Дом на площади» примерно полгода, если не больше, в течение 2015-2016 годов проводилась работа по завершению, вернее, по выводу застройщика из процедуры банкротства. Было подписано мировое соглашение между застройщиком и кредиторами. Это мировое соглашение было утверждено арбитражным судом Архангельской области. И только вот это позволяет сегодня продолжить работу по достройке дома. Проблему жилых долгостроев держат на контроле на самом высоком уровне. В августе прошлого года Владимир Путин дал поручение правительству страны до 2020 года убрать в прошлое такое понятие, как «обманутый дольщик». Понятно, что до этого времени новые квартиры навряд ли получат все, но тех, кто не одно десятилетие ждет ключей от собственной жилплощади и пока еще не может поверить, что их непростой квартирный вопрос когда-нибудь решится, станет значительно меньше. Артемий Заварзин, Алексей Шемякин, Евгений Зыков, Виктор Коноплев. 7 дней в регионе.